На чемпионате мира прошли две заключительные игры, 1-4 финала и мы уже знаем полуфиналистов. Итак, первые на поле вышли футболисты Марокко и Португалии. Марокко владела мячом всего 27%, но это им не помешало забить гол Португалии. 1-0 победа Португалии, гол на счету форварда сборной Марокко и Севильи Юсеф Эннесери. На 52-й минуте на поле появился нападающий сборной Португалии Крещану Роналду, однако забить в матче больше никто не смог. На 93-й минуте марокканцы остались в меньшинстве после удаления Валида Хедери. Марокко – первая африканская сборная, прошедшая полуфинал чемпионата мира. Ранее трижды команды Африки доходили до стадии четвертьфинала, и все три раза никто не сумел одолеть своего соперника. В 1990 году Камерун уступил Англии в дополнительное время. В 2002 году Сенигао проиграл Турции в ворот тайме, а в 2010 году Гана в серии пенальти не сумела взять верх над Уругваем. Сборная Марокко провела на чемпионате мира 2022 5 матчей. Ни в одной из игр соперники не смогли поразить ворота марокканцев. Единственный мяч Марокко забила само себе. Матч игруппового этапа со сборной Канады Наив Агер срезал мяч в собственные ворота. Марокканский вратарь Боно – лучший игрок матча четвертьфинала чемпионата мира с Португалией. Также Боно стал первым африканским вратарем, сыгравшим три сухих матча на одном чемпионате мира. Если вы еще не успели подписаться и поставить класс, пришло время сделать это. А мы продолжаем. Франция-Англия. Французы сумели забить быстрый гол на 17-й минуте. Орельен Чумани решился на мощный удар низов с 25 метров. 1-0. Команда трехлевов сумела сравнять счет только на 54-й минуте с 11-метровой отметки. Отличился Гарри Кейн. В фенальти был назначен за фол на Букаюсака. На 78-й минуте трехцветные снова вышли вперед. На этот раз гол забил Оливье Жеру. Точный пас ему отдал Антуан Гризман. На 84-й минуте Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти. Пробил сильно выше ворот у Галериса. В оставшееся время англичане счет сравнять не смогли. И после финального свистка победу праздновала французская сборная 2-1. По финальном матче чемпионата мира Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря. Во второй паре сыграют Аргентина и Хорватия 13 декабря. У нас два дня отдыха. Гонка бомбардиров. Оливье Жеру включился с четырьмя забитыми голами. На первом месте его соотечественник Киллиан Баппе с пятью голами. Также Леонель Месси четыре гола. В ассисток также добавился Антон Гризман. У него три ассиста. Завтра и послезавтра на турнире выходное. Потом полуфиналы. 13 декабря Аргентина-Хорватия. Также только что стало известно, что 39-летний защитник сборной Португалии ПП завершил матч с Марокко с переломом в локтевой кости и кости левого предплечья. Защитник получил травму в конце игры. На этом выпуск подошел к концу. Если вам было интересно и полезно, обязательно жмите класс и подписывайтесь. Услышимся на Спортивно. Субтитры сделал DimaTorzok